ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Национальный автомобильный союз обратился к правительству России с просьбой начать внедрять различные меры поддержки автовладельцев Организация заострила внимание в частности на следующем Снижение на 50% акцизов на бензин и дистоплива Полная отмена технического осмотра Отказ от системы Аэроглонас для удешевления производства машин Отмена системы Платон Внедрение упрощенного порядка ввоза запчастей Также объединение призывает активнее помогать стартапам в автомобильной промышленности Речь идет, к примеру, о налоговых преференциях и льготных кредитах ТРАССА 101 В конце зимы в топ-3 самых продаваемых в России новых легковушек Попали Kia Rio, Hyundai Solaris и Lada Vesta Причем спрос на флагманскую модель автоваза в сравнении с февралем прошлого года ощутимо сократился Сейчас за Vesta упросят минимум 1 миллион 33 тысячи рублей Рио и Solaris стоят от 1 миллиона 245 тысяч Цифры взяты с официальных сайтов Также в пятерке лидеров продаж Lada Granta и Hyundai Creta Их начальные ценники соответственно 685 тысяч и 1 миллион 660 тысяч рублей ТРАССА 101 Евросоюз рассматривает возможность введения запрета на поставки в Россию легковых автомобилей стоимостью свыше 50 тысяч евро От 6,5 миллионов рублей по нынешнему курсу В список могут войти модели Audi, BMW, Mercedes, Porsche и другие Также ограничения собираются распространить на лодки, катера, мотоциклы и прочую технику дороже 5000 евро Кстати спрос на премиальные машины, в том числе европейских марок в нашей стране в последние годы активно рос Например компания Rolls-Royce продала в России в 2021 году рекордные за всю свою историю количество новых авто Более 300 ТРАССА 101 Как не надо сдавать экзамены на права продемонстрировал молодой житель Тамбова По сообщению полиции парень пришел в МРЭО ГИБДД для прохождения теоретического испытания со шпионским оборудованием Что за девайс использовал гражданин не уточняется Люди в форме быстро вывели мошенника на чистую воду Теперь за применение специального технического средства ему грозят исправительные работы на срок до одного года Но можно и отделаться штрафом в 80 тысяч рублей ТРАССА 101 Российский родстер Крым планирует выпускать серийно По словам руководителей проекта вопрос может быть решен осенью этого года О стоимости новинки по понятным причинам говорится с осторожностью Пока это 1-1,5 миллиона рублей Двухместный автомобильчик на 70% состоит из запчастей от Лады Гранты Остальные 30% якобы можно делать без привлечения иностранных технологий и оборудования Автоваз это начинание поддерживает На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА 101 До свидания ТРАССА 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова